Интеграция людей с инвалидностью в общество и реализация их прав неразрывно связана с доступностью для каждого из них объектов социальной, транспортной и производственной инфраструктуры. Качественная безбарьерная среда – это то, насколько комфортно людям с ограничениями по здоровью передвигаться по городу, ориентироваться, находясь в различных учреждениях и на территории жилых объектов. В Брестской области ведётся серьёзная системная работа в данном направлении. У нас в этом плане достаточно много в области уже сделано. По прошлому году где-то порядка 265 объектов сделано с доступной средой. 6 тысяч квадратных метров тротуарной плитки также обустроено. После принятия и вступления Беларуси в Конвенцию по правам инвалида эта работа у нас, можно сказать, пошла семимильными шагами. Каждый год мы добавляем и добавляем объекты и транспортной инфраструктуры, объекты здравоохранения, также жилищный сектор. Для того, чтобы оценить масштабы и качества проделанной работы по созданию безбарьерной среды, поделиться опытом и наработками, обозначить как успешные, так и проблемные аспекты, в Бресте был организован тематический обучающий семинар. А его первой точкой стала показательная по созданию доступной среды пятая городская поликлиника. Среди ее пациентов 1260 человек, имеющих ограничения по здоровью. Их потребности учтены при проектировании и строительстве объекта. Мы продемонстрировали наши возможности, которые имеются в нашем учреждении для такой категории пациентов. Начиная от входа, заканчивая передвижением, для речевых информаторов, таблички на входах в помещениях, тактильная плитка на полу, подъемники, все современные возможности, которые мы можем сегодня пользоваться, для того, чтобы эти пациенты чувствовали себя комфортно при посещении, при лечении, профилактических мероприятиях в нашем учреждении. Председатель областной организации БелТИС Ирина Юриня рассказала участникам семинара о практическом применении элементов доступной среды на примере поликлиники. Если полностью оборудована доступная среда на социально значимых объектах, то человек, слепой человек, с помощью трости и мобильного приложения сможет самостоятельно ориентироваться в пространстве, самостоятельно, свободно перемещаться в пределах какого-то социально значимого объекта, без сопровождаемых, без подсказок. В общем-то, это, конечно, значительно облегчает его адаптацию к условиям новым каким-то, и, конечно, это адаптация в социум. Следующим пунктом посещения стал жилой квартал «Лесной парк» по улице Вульковской. Безбарьерная среда здесь создавалась с учётом принципов универсального дизайна и применима для любых категорий физически ослабленных лиц. Начиная от парковочных мест для инвалидов и проездов, где понижен уровень бортового камня и выложена тактильная плитка, до подъездов, где установлены речевые информаторы и таблички шрифтом Брайля – всё продумано и сделано для человека. Многое сделано по безбарьерной среде. Здесь, видите, все входы с нуля. Здесь мы пытались ещё прорабатывать такую тему, как проходные подъезды, но надо ещё дальше шлифовать, надо, чтобы полностью среда была безбарьерная. Поэтому вот и тема семинара связана с тем, что смотрим, где можно доработать, провести работу над ошибками и чему можно научиться и какой опыт перенять в регионы. Одним из удачных примеров для презентации стал и Брестский автовокзал, здание которого было сдано в эксплуатацию в мае 2019 года. Сегодня через объект каждые сутки проходит от 2,5 до 4 тысяч пассажиров и отправляется 650-700 рейсов. А потому обеспечение комфорта и доступности для всех категорий граждан, в том числе с инвалидностью, в приоритете. У нас внедрён один из первых в Республике Беларусь свой программный продукт «Больше свободный». Он включает в себя речевой информатор электронный с дистанционным управлением, с электронной базой, которая устанавливается на смартфон. Это очень удобно для пассажиров, для незрячих пассажиров. Установлен 21 речевой информатор. Имея на смартфоне установленную программу, можно спокойно пользоваться данной системой. Также территория автовокзала и здание автовокзала оборудовано тактильной плиткой, свободный доступ для инвалидов-колясочников. В рамках пяти лет Брестской области планируют создать в эксплуатацию порядка полутора тысяч объектов с безбарьерной средой, что станет ещё одним важным шагом в реализации прав людей с инвалидностью и их участии в жизни общества наравне с другими людьми.